здравствуйте дорогие друзья меня зовут Анна Гусева и я рада приветствовать вас на своем канале вот вроде бы всего неделя прошла как мы с вами встречались неделю назад примерно я выпускала ролик и говорила о том что цветут от нефаленопсиса и вот прошла неделя и очень много новых орхиды зацвело но масштабов моей оранжереи много и я решила с вами поделиться новым цветением а также позитивом у нас первый день весны друзья ура наконец-то солнышко светит ярко все блистать начинает краска солнечных тут особо изменения нету фаленопсисы все также цветут клипчики скорее для тех кто не смотрел в прошлый раз ролик в разные стороны я их не успеваю формировать и у меня так в свободном каскаде так что все пережили мы зиму наконец-то и скоро будет солнца с весного лета я в весну встречаюсь сюда с таким удовольствием что уже чуть-чуть и лето и опять тепло и опять хорошо все будет расти цвести я зиму не очень люблю честно говоря ну что друзья вот моя клумба столик клумба как я ее называю здесь всегда что-то цветет помимо основного ассортимента в моей цветущей оранжереи вот этот вот столик всегда я расставляю украшаю на фоне него делаю фотографии с чайными парами с кофейными парами те кто меня давно знает знает что я любитель орхидейного фарфора разного коллекционного и держу целую коллекцию поэтому вот на фоне этой цветущей экспозиции всегда делаю фотографии так друзья что же зацвело нового конечно бросается в глаза моя обожаемая лекарство это лекарство цвела в прошлом году в декабре на новогодние праздники и конечно произвела просто фурор среди моих подписчиков все горели до чего крупный цветок он действительностью очень крупно это только начало распуска и вот уже почти с ладонь цветы но в процессе он будет еще крупнее сейчас поскольку но другой период не зимнего до цветения ближе к весеннему она чуть-чуть поярче на такой темно-прусничный цвет уходит прошлый раз она была почти такая бордо как называется лекарство номерная вот крупным планом название прекрасно растет вот фу цветет хорошо поэтому я ее очень люблю и каждый год жду от нее цветение куба такая ведь полу раскрытая форма лепестки кругленькие кругленькие попытаюсь навести если камера сфокусирует чем-то похоже на сагана сорт но у сагана вот здесь вот еще краб есть на лепесточках а в данном случае вот он чисто такой вот однотонные лепестки и внутри губа и петали в краб красота правда я обожаю лекарства и всем сердце знаете жду цветение такой трепет у меня всегда волнение вот сейчас все сейчас вот вот уже распускается распустился свой класс в общем обожаю их цветение цветоносы растут многие спрашивают меня как выглядит цветоносы на начальном этапе сейчас я поближе вам покажу у меня как раз есть вариант когда цветоносчики начинают расти активно вот так вот они выглядят то есть от роста их можно отличить заостренным кончиком то есть они такие немножко на ножке заостренный кончик и дальше все бутончик пошел но бывает что лекарства цветут и середины молодого роста такие тоже случаются в гибриде некоторые глюки и выдает они из центра розетки бывает нового роста цветонос не только с бульбы с основания но бывает и сверху бульбы тоже бывают цветоносы то есть может там генетика чудить потому что гибриды все эти лекарства гибридные даже у видовых бывает такое что вырастает на на бульбе на сбоку еще один ростик сверху как бы и потом он развивается у меня такая лекарства есть я показывал в каком-то ролике я уже не помню но для примера покажу вот смотрите откуда выросла новая бульба то есть она вообще сбоку растет и может и цветонос выдать откуда угодно для каста это норма вещей как хочу так и расту вот еще одна красавица зацветает тут пять цветоносов опять раз два три четыре пять бутонов и на одном цветоносе видите два бутончик а и на же раскрылся 2 только будет раскрываться хотя по размерам прямо вот совсем компактная то есть кружочек маленький но цветет хорошо обильно так названием главное ничего не свернуть фулл мон на шоу хэвен мариама шоу хэвен киото 4n с улучшенным набором хромосом о как ведь выдала лучшее количество хромосом какое цветение в разные стороны это к разговору о лекастах еще цветут котлеи котлеи тоже необычные это поставщик колумбия но знаете друзья мои вот я смотрю это и это котлея колумбийка но для примера я ну в моей коллекции много котлей и мне есть чем сравнивать цвела у меня в прошлом году фабия котлеи это гибрид на давиану и цветок мне кажется был намного крупнее чем вот у этой котле это тоже гибрид давианы на 3 она им название покажу я к тому что мне показалось что именно колумбийские клоны из колумбии не выдают такого прямо большого цветка так давиана аурея натрия на пурпурную гибрид от колумбии значит что я хочу сказать об этих гибридов вот мне показалось что цветы у них недостаточно крупный именно у колумбийского поставщика у них может и котлеи не самые миниатюрные в сравнении даже с бразильским поставщиками например орхидарио америка у них миниатюрные клоны но цветы крупные а тут прямо честно говоря я ожидала более крупный цветок губа конечно красивая спору нет но хочется прям чтобы вот ах не могу понять чем дело то ли знаете солнца было в период мало то ли все таки сам клон такой ну вот напишите в комментариях у кого есть колумбийские котлеи с чем сравнивать вот обычная азия для примера но понятно что у азии всегда крупные цветы вот здесь вот два они еще мелковаты а когда на цела в прошлый раз этой боль бы тот один цветок был в прошлом ролике я показывал он прям был громадный котлейка чудесная она пахнет ну вот часть 2 бутончик раскрыла еще готовится белая надо ее достать там не всегда проблемы я забываю доставать с полок и они там цветут себе цветут я только по запаху слышу что что-то новое зацвело и вот зимняя котле еще одна распустилась весну они с этой зимой видимо цикл чуть-чуть попутали это котлея три она и сейчас тоже покажу пирочку три она и сан грит тора теплого содержания ну вот как ты тоже мне показалось что она мелковата для я имею ввиду такой такой вот красивый котлей я ждала честно сказать что она будет побольше и губа сама достаточно мелкая то есть нет такого крупного чтобы прямо сказать что это крупный цветок губа смотрите какая утряная тоже пирановская вот эти вот питали они прям крупные красивые такие с венозными разводами но вот сам цветок не шибко крупный тулика стоим в прошлый раз показывала к ней не потянусь немножко фаленопсисов ну так вот общий вид я думаю что будет интересно посмотреть тоже в прошлый раз показывал фаленопсис цветет бабочка красиво конечно интересно что с 1 1 1 цветоноса против бабочка одного растения два растения у меня песни с другого пилорик красиво получилось и пилорик бабочка для любителей фаленопсисов вот этот вот фаленопсис пахнет такие у него не крупные цветочки в общем я уже придираюсь наверное многие из вас скажут но хочется знаете в коллекции прям такие растения оставить пусть они будут взрослыми крупным но чтобы цветы у них были вау какие крупные вот так хочется а когда не очень крупные цветы как то сразу расстраиваешься когда ждешь большего ну а тут не такой крупняк как ты ожидал то есть я ждала что это будет хотя бы сантиметров 12 ну тут сантиметров 8 наверное всего-навсего мне казалось что это же фабе от люки от лаки орхидз она была крупнее хотя в цене она намного намного дешевле чем колумбийские клубные они достаточно дорогие но для особой разницы не заметила может конечно эксперты какие-то видят но в моем случае особой разницы вот нет я знаю что у легкий тот же сефир есть в гибриде над и виану у меня он кстати есть вот посмотрим подросток ну вот посмотрим как зацветет красота такая так что тут у меня особых изменений пока нет по-моему я все показывала ну а тут вот грядка фаленоплисов также я держу для общего цветения знаете когда заходишь и цветы видно все таки красиво когда все цветет нежели когда просто зеленая ботва стоит приближение весны чувствуется во всем и конечно отдыхаю я потому что предстоит мойка оранжерей в плане окон уже за зиму поскольку я за зиму удобряла многие растения получилось так что окна конечно достаточно в разводах все запачканы именно в разводах от воды от удобрений и вот будет у меня весенний эмоцион с мойкой окон стоек всего остального да и растений когда растений много я очень не представляю как это все перемыть неделю возьму отпуска на помывку оранжерей все будет весело и чувствую может даже ролик сниму так что друзья вот такая вот красота буквально на глазах меняется вот неделя прошла казалось по а сколько всего зацвело столько красоты новых появилась это все растения адаптированные вот такой вот биг липчик кстати помните я говорила что он пришел пересортом я все дома оставлять его или не оставлять продать не знаю даже с одной стороны он такой вот весь прям вот правильный со всех сторон ну вот как-то мучает меня сомнения что много похожих есть вот еще один такой похожий зацветает вот друзья я надеюсь понравился вам обзор моей коллекции цветущих орхидеи я вас всех наконец-то поздравляю с наступлением весны желаю вам счастья радости позитивного настроения больше улыбаетесь берегите близких всех целую обнимаю пока пока до новых встреч